Дорогие друзья, я забыл включить запись, это же торжественный момент, я только что получил последнюю недостающую лаву на свой аккаунт. Спасибо Богдану, что обменялся со мной, спасибо тем, кто писали в комментариях, кто готов был дать мне лаву совершенно бесплатно, бескорыстно и даже возможно невыгодный был бы обмен. Огромное спасибо, откликнулось очень много игроков, хоть дали не вы мне её, но всё равно вам всем тоже огромное спасибо. Итак, я получаю последнюю лаву на 13 уровень, я радуюсь, потому что ещё одна легендарка максимального уровня, потом смотрите, на подходе спарки, потом, ну вот мегарыцаря тоже ещё прилично нужно, а вот лучник быстрее, чем мегарыцарь будет. В общем, осталось не так много легендарок и практически все леги скоро у меня будут максимального уровня. Я обязательно этот кусочек фиксирую, чтобы потом приклеить к тому видосу, который я буду записывать позже, потому что, ну, блин, вы должны были видеть, откуда эта лава выпала. И, кстати, сегодня у меня 20 число, 20 сентября, и за сегодня я выбил три легендарки, три гончии просто. Первая выпала мне со спецпака, который я сегодня покупал, вот этот, где там новые Эмодзи, плюс купил лаву в магазине, вот тоже это было сегодня. И получил, короче, через обмен, через торговлю ещё одну гончию. Это просто жесть, ну, блин, раньше такого не было, что ты три легендарки за день можешь выбить, тем более те легендарки, которые тебе надо. Сейчас может даже больше, я думаю, через эти токены можно и 10 легендарок выбить, если шарить, как это сделать. Это охренеть, это честно охренеть. Раньше вообще тебе шанс, что выпадет лего небольшой, а то ещё, что та, которая надо, ещё меньше. А тут бац, и три леги до 20, теперь до 20, господи, до 13 уровня, 20 легендарок. Я собрал, ну, естественно, продолжение ролика будет на следующий день, потому что сейчас я не готов записывать, я просто хотел зафиксировать, что я выбил последнюю гончию. В продолжении, естественно, будут онлайн-катки, в общем, приятного вам просмотра. Ну что, друзья, как я и говорил, что этот ролик я буду записывать на следующий день, спустя сутки я пилю этот видос. В общем, я вот такую вот деку нашёл в ТВ-Рояле, я сейчас попробую с ней сыграть в испытании. И также я 13-ю лаву апну на следующий ролик, только для этого мне надо уже знать, какой колодой я буду играть. Опытные игроки с лавой, напишите в комментариях, какая лучше дека, с лавой шар или там лава шахтёр. Только аргументируйте, пожалуйста, ваши колоды, не просто так название, там, перечислить все карты с деки, а желательно развернутый ответ, почему именно эта дека. Короче, ну просто я вижу, что некоторые даже топы тот же ClashLine в замешательстве играть с шариком или с шахтёром. Короче, мне нужна конкретика, пожалуйста, дайте совет. И в следующем ролике я прокачаю лаву и попробую с ней сыграть в глобале, потому что в глобале, ну это же, знаете, это как сейчас я попробую тест, а потом, знаете, экзамен буду сдавать. В общем, тут у нас новая спа, я её сегодня буду проходить на стриме, поэтому приходите, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, давно не было стрима по Clash Royale, поэтому, ну вот, собственно, сегодня будет. Я сейчас попробую сначала вот этой связкой, а потом попробую немножечко с другой. Вот, потому что, ну мне надо, прежде чем я буду записывать ролик, где я гонщик прокачаю на 13 уровень, мне надо хоть понимать, какой дека я буду шпилить. Так, ну что, давайте закинем шахтёра, да, миньоны что-то не сдохли. Готовим сейчас, а что готовить? Ничего не готовим. Так, сливаем гонщию. С Теслу он наполовину уже просрал, поэтому я думаю, что ему сейчас, ну он практически весь деф просрал, сейчас шарик подкинут, осталось и всё. Колдуна уничтожаем. Ну, для начала посмотрим, чем он будет дефать гонщию. Так, отлично, ну и немножко притормозил, это шикарно. Вот так вот закидываем гонщию. Так, ждём какой-то, возможно, будет там фаербол, ракета, вот он фаер, и дальше пошли миньоны. Ой, гоблины. Так, гоблины пошли, уничтожаем. Эй, шарик тычь куда, блин, ну как всегда, как всегда. Но, слушайте, я даже шахтёра могу не закидывать, вышка и так будет снесена. Ну, я думаю, что это прикольно. Смотрите, мы ещё можем сделать вот так вот. Он фаербол потратил, разряд он потратил, короче, я не знаю, чем он будет сейчас дефать. Ааа, ну да. Давайте, о боже, это элитные варвары. Так, блин, вот это я, конечно, немножечко погорячился. Ну ладно, давайте здесь банду гоблинов, ну тычку шарик делает, капец. Круто. Ну, я думаю, что против каких-то сплэш-юнитов будет намного сложнее, поэтому, возможно, другую связочку попробую с лавой. Кстати, напишите в комментариях, как вам испытания, прошли ли вы его. Вот, потому что, ну, тут, я так понял, три режима. Второй этап это Х2 эликсир, третий этап это Х3 эликсир. Вот, ну, честно мне, эта эспа, хотел сказать, понравилась. Ну, я ещё с ней не играл, да, именно конкретно в эту эспу. Но, я играл, когда уже было, не помню, по-моему, там на 6 побед с тройным эликсиром. Мне капец как зашёл этот режим. И я говорил, что побольше бы таких испытаний, поэтому сегодня повторим. Надеюсь, я даже на тройной эликсир знаю деку интересную. Ещё с прошлых видосов старых, заодно посмотрим, работает ли она. Вот, ну и в комментариях пишите, какой декой вы прошли, на каком этапе. Возможно, я вашу деку возьму, не знаю, посмотрим. В общем, пишите комментарии, ставьте лайки, ептеть. Нифига. Так. Так, шарик сюда, вот так вот закидываем шарик. Так, уничтожаем Теслу. Ух ты, блин. Давайте шахтёра сливать в качестве танка будет. Так, здесь у нас разряд, чтобы немножечко остановить, остановить. Так. Фаербол. Банда. Банда, 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 быстрее банда. Так, шахтёр. Разряд. Тихо, 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 тихо. Ааа, капец. А интересно, он бы, если бы выстрелил, он бы снёс вышку мне или нет? Вот такая вот дека, я знаю, слава есть. Давайте её проверим, насколько она крутая. Блин, тут, короче, я так понял, без поражения первый этап. Но, тем не менее, ну, я имею в виду, что, не важно, сколько ты сделаешь поражение, всё равно этот этап пройти возможно. Визард против нас. Ну, окей, поехали. Так. Давайте гончу сливаем. Блин, я так вечно теряюсь, когда вижу легендарки девятого уровня, потому что до сих пор не могу привыкнуть к этому новому уровню карт. Так. Так, я думаю, что на дровосека мы кинем стражей. Так, да? Хорошо. Дальше. Чё мы будем делать дальше? Блин. Дальше. Так. Так. Ой-ой-ой-ой. Какой хороший... Какая хорошая была бандитка с этим... С духами. Капец как. Классно. Так, ладно. Значит, а что это может за колода такая быть? Бандитка, дровосек, принцесса. Спеллбайт, да? Интересно. Сколько этих спеллбайтов разных я видел. Так, ладно. Всё, двойной эликсир пошёл, да? Ставим гончу. Так. Вот у нас стрел нету. Это, конечно, за пара, пацаны. Так, ну тут мы летучку используем. Летучка должна миньончика убить. Так. Убивает миньончика в летучка. Сука, что это такое? Так. Летучка, живи. Живи. Так. Закидываем шар. Так. Ну всё. В принципе, снести вышку обязаны мы будем. Так. Я запускаю гончу справа. Да ну нах. Разряд, разряд, разряд. Хотя бы тычку вторую. Давай сносим башню. Так. Прекрасно, друзья. Ну что, тут так, тут так. Здесь так. Короче, непонятный спалбет у моего соперника. Но мне нравится. Что-то в этом есть. Забрасываем вот так вот шарик. Здесь поизон. Разряд. Самое главное это предикты. Вот. Запредиктили его миньонов. Здесь ночную ведьму. Ну, конечно, блин, такой себе опыт. Какая-то тупая дека. Я такую деку вряд ли встречу в глобале. Это только в этом испытании такое возможно встретить. Но мне, слушайте, мне нравится всё равно. Я уже с нетерпением жду того момента, когда я прокачаю лаву на 13 уровень. И покатаюсь с ней в глобале. Хочу проверить, как я буду играть с ней там. Опять три короны. Ну что, давайте ещё одну каточку, чтобы закрепиться. Уж наверняка, потому что... Ну... Я хочу понять, идеально ли это колода или нет. Что? А, тут короны, не победы. Я понял. Чем больше корон, тем быстрее проходишь. В общем, ребят, пишите в комментариях. Дека такая-то, такая-то. Почему именно этот выбор? Потому что так-то, так-то. Ну, в общем, распишите свои мысли. Потому что... Вот если бы у меня спросили с големом, да? Я бы, конечно, поделился опытом. Потому что я уже с големом давно играю. Ну как? Давно. Люблю играть с големом. Ёп. Так, хорошо. Какие элитные варвары, блин. Что происходит? Ну, дефаться, как бы. Ну, можно и не дефаться. Уже, да? Вышка. Да ёп. Я думал, орда мух сейчас. Так, ну. Миньонов мы убиваем. Так, убиваем миньонов. Над гроби. Зачем нам над гроби? Не будем дефать. Забрасываем шарик. Так. Летучка живет. Шарик летит. Опаньки. Неожиданно, да? Неожиданно. Для него это сюрприз. Ну, вышку мы сносим. Так, хорошо. Колдун. Колдун с элитками, конечно, нехорошо. Плюс эти огненные духи, это опасно. Однозначно опасно. Вот. Так, сейчас они будут элитки. Так, надо сейчас при... Опа. Опа, опача. Так. 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 Над гроби. Ты что не согрелся? Говно на над гроби. Летучка. Блин. Жаль, летучка. Летучку слил. Жаль. Так. Миньончики. Миньончиков убить надо. Так. Один миньончик уничтожен. Второй тоже. А вот третий живет. И это плохо, что он живет еще. И вот и третий уничтожен. Найс. Здесь давайте стражи, чтобы Макс согрелся на стражи. Замечательно. И они его даже добить должны. Нет. Просто используем поизон. И наносим урон. Так. Здесь мы используем так. И это мбу давайте использовать. Оп. Ах ты ж, блин. Так. Здесь давайте разряд. Ого. А сложно, друзья. Я думал, будет проще. Так. Стражики. Да, блин. Я элиткам проигрываю. На самом деле стыдно немножко. Давайте лавой словим духов. Ё-моё, офигеть. У меня и главная вышка уже снесена практически. Так. Так. Так-так-так-так-так-так. Не даем. Не даем. Это заход на лоха. Я так это не работает. Поехали. Сейчас будут миньоны. Их надо быстро уничтожить. Вот они, миньоны. Разряд. Так. Минус миньоны. Здесь над гроби. Так. Так. Тамба. Тамба. Ой. Поизон. 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 Ну, смотрите. Вышку он не забирает еще. Вышку он еще не забирает. Надо еще постараться забрать ему вышку у меня. Так. Здесь давайте стражики. Над гроби уже появилось. Даже недостаточно ему будет... Просто не могу. Не могу задефать. Не могу просто. Тяжело. Очень тяжело. Так. Фак! Как? Духи уничтожили? Да ладно, блин. Я в шоке, пацаны. Просто я проигрываю ему. Какому-то идиоту с элитками. Охренеть. Ставим над гроби сюда. Так. Здесь летучка. Здесь стражи. Здесь ночная ведьма. Я так и знал, что там будет поизон. Так и знал. У меня уже две ведьмы. Так. Здесь этот. Так. Тащи, 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 тащи. Так. Тащим потихонечку. Уже мы накопили много юнитов. Парень нас пытается прессинговать своими элитными варварами. Но я туху. О боже. Отличная игра. Спасибо. И пошел сразу нахер. Не, ну блин. Как-то сложно. Знаете, когда нету мини танков. Ну, то есть у меня получается. Нету мини танков. Мини пеки там. Рыцаря Валькирии. Очень трудно против сплэша и такого жесткого дамага. В общем, не знаю, как я буду с этой бекой в глобал играть. Я жду еще ваших советов. Надеюсь, вы мне что-нибудь подскажете. Ну и приходите сегодня на стрим. Я продолжу проходить это испытание. Спасибо, ребят, за просмотр. Спасибо вам, что помогли мне собрать лего на 13 уровень. Реально, если... Ну, благодаря вашей поддержке я так быстро собрал. И было бы круто, конечно, вот какую-то другую лего. Лего мы так бы точно... Вот 10 человек, кто готов мне дать спарки. Либо 12 человек, кто готов мне дать магического лучника. У кого есть легендарные токены. И они готовы обменять на какую-то другую легендарку. Которую вы меня видите. Которую я могу вам дать. Приветствуется. Приходите в клан, ребята. Давайте еще какую-то лего у меня прокачаем. Это... Ну, если вам, конечно, что-то взамен надо. Чтобы это было взаимовыгодно. Ну, и, собственно, таким образом, я думаю, что я быстренько прокачаю все лиги на максимальный уровень. Это крутая тема с токенами. Спасибо за просмотр. Желаю вам удачи. Подписывайтесь на канал и ждите новые видосы. Всем, ребят, до новых встреч. И всем, ребят, пока. Субтитры сделал DimaTorzok